Плоскость раскрашена в два цвета. Докажите, что найдется прямоугольник с вершинами одного цвета. Плоскость раскрашена. Кстати, потом там есть пункт в три цвета, а потом в сто цветов. Докажите, что найдется прямоугольник, у которого все вершины одного цвета. Если вы немножко подумаете, то поймете, что это очень похоже на одну задачу, которую мы решаем. Вообще, я вам так скажу, рамсеевская наука утверждает, что почти всегда обязательно все найдется. Вот есть такой логик яндекса «найдется все». В теории рамсея то же самое. Если объектов много, то обязательно там найдется более-менее любая. С другой стороны, это же каждый раз надо доказать. Итак, повторяю, на несложная задачка. Плоскость раскрашена в два цвета. Докажите, что найдется прямоугольник, все четыре вершины которого одного цвета. Плоскость большая, бесконечная. Все точки ее покрашены там белой и черной. А она в точке вершинства, а в плоскости? В смысле, любая точка плоскости, для тех, кто живет в кромкости, имеется отображение из плоскости множества белой и черной. 0,1. Да. Множество в 0,1. Если плоскость круглая. А? Если что? Плоскость. Плоскость круглая. Я видел озеро, стоящее, лесно. Это все для поэтов. Вообще, плоскость, она бесконечная. Плоскость бесконечная. То, а я вам найдутся четыре точки одного цвета, бесконечная. Найдутся. И что? Ну, если я не нашли, значит, можно создать прямоугольник. Вспомните определение прямоугольника. Я больше туда в это полагаю. Не просто там, а вот так, а именно вершина прямоугольника. Сосеевич. Да. Если есть две прямые, которые покрашены в один тот же цвет, то существует прямоугольник. Нет, сейчас целиком прямая. Вряд ли такая найдется. Чтобы вся прямая была одного цвета, а другая синий. В какую-нибудь конечную конфигурацию, это чаще всего получается найти. А вот так, что целая прямая, нет конечной. Более того, ты легко можешь понять, что в принципе можно так, пока прямой не было. Ну, например, да. Мы знаем, что плоскость, она написана здесь. Да. Поставим плоскость. Да. Поставим любую точку, допустим, вот здесь. Да. Мы знаем, что она раскрашена в три цвета. Так же? Одна точка не может быть раскрашена в три цвета. У нее есть какой-то конкретный цвет. Ну, будет, допустим, красный, зеленый цвет. Да, да, это плоскость. То есть вы уже до трех цветов решаете. Пожалуйста, дайте. Ну, да, только она будет красного цвета. Да. Мы знаем, что плоскость бесконечна. Да. Так что, если мы будем идти либо вправо, либо вниз, мы встретим точку вот такого уже точного цвета. Не обязательно, почему? Может быть, она вообще одна красная точка, а все остальные другого цвета. Но плоскость бесконечна. И что? Бесконечна это не значит, что там всегда все встречается. Не всегда. Не серьезно, не серьезно, не решение, конечно. Так, давайте, все, все. Не может вышли к нему сообразить. Вспомните, что мы делали в предыдущей задаче. Мы там брали такие... Есть замечательное английское слово «пактинг». Образец. Мы брали такие образцы и говорили, что они должны много раз повториться. Какой образец можно выбрать в этом случае и смотреть, где он повторится? Просто сто одну точку подряд, ребят, ребят. Задача решается крайне просто. Берем сто одну точку напрямую. Вот прямо так. Кстати, на каких расстояниях совершенно не важно. Важно, почему сто одну, потому что на один больше, чем цветов. Ну, если цветов n, то берем n плюс одну точку. Объясняю, зачем? Когда вы взяли много точек, то у них, конечно, есть какая-то расстрастка. Отлично. Вы можете провести много прямых. Скажем здесь, n плюс одна точка. Да? Сколько, в принципе, существует способов раскраски, если у нас n цветов? n в степени, n в степени, n в степени, правильно? Отлично. Так, а вы проведите прямых еще больше. Тогда что произойдет? Вот этот образец, или там какой-то другой образец, повторится. Если всего раскрасок вот столько, а прямых вы провели больше, то на каких-то двух из этих прямых, что получится? Одинаковая раскраска. Вот, например, вот эти одного того же цвета, эти одного и того же цвета. Найдутся такие две прямые, что это абсолютно одинаковая раскраска. Понятно? Или нет? Да. Замечательно. А теперь вопрос. А зачем мы провели плюс один? Чтобы цвет был два раза. Чтобы какой-то цвет повторился. Вот представьте себе, этот цвет такой же, как этот. А у нас эти образцы повторились. А что это значит? Что они все одного цвета. Ребята, на самом деле есть такая замечательная штука. Теорема Вандервардена об арифметической прогрессии. Просто в интернете пишите Вандерварден об арифметической прогрессии. Между прочим, на Малом Хвате у меня была лекция. Более того, ну только я ее читал. Шкренов приходил сюда, читал лекцию. К другим способом ее рассказывать. То есть, по крайней мере, два доказательства, выложенные на сайте, где я введен. Есть, кроме этого, теория Рапсея. Опять-таки, здесь я рассказывал об этом, и Райгородский приходил рассказывать. Советую послушать, узнать, что это такое, потому что это действительно интересно. И разрешите дать вам одну задачу, которую точно не решите. Докажите, что если плоскость раскрашена в 100 цветов, ну и в Энсу, то есть, если плоскость у вас раскрашена в конечное число 100 цветов, то найдется квадрат. Квадрат, у которого все четыре вершины одного цвета. Забавным образом, это намного тяжелее, чем ему будет. И сказал им, какая разница, а вот есть квадрат. Квадрат. Все равно найдется. Все равно это можно доказать. Найдется квадрат, у которого все четыре вершины одного цвета.